Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте попытаемся разобраться, чем так приглянулся Пригожин россиянам, почему он им так нравится, и поддержка у него позитивна, о нем отзывались и до попытки так называемого мятежа, и после, несмотря на последствия этого мятежа, и погибшие летчики, сбитые вертолеты, танки в городах, и перепуганные люди. Почему россиянам Пригожин нравится? И нравится ли? Во-первых, я бы все-таки довольно скептически отнесся к результатам социологических опросов в условиях тоталитарного фашистского режима. В общем, это все некоторые, так сказать, ну, что называется, вот какие-то звуки, которые раздаются вообще из-под глухого одеяла, матраса, какой-то ватной стены и так далее. То есть там очень сложно этому... Ну, как бы детали здесь трудно. Там плюс 10 процентов, минус 20 процентов. Это все. Дело в том, что здесь, во-первых, это все смесь, во-первых, отражение той пропаганды. То есть на самом деле опросы меряют результаты пропаганды в головах людей. То есть пропаганда что-то вкладывает, а опросы это изучают. Это первое. Второе. Это то, что называется санкционированное поведение. То есть человек, когда отвечают на вопрос интервьюера, он делает поправку на то, что этот интервьюер может оказаться человеком, проинформировавшим, информатором спецслужб, которые в дальнейшем за неправильный ответ его привлекут к ответственности. А все хорошо знают сегодня, что означает дать неправильный ответ. Сколько лет можно получить. Ну и кроме всего. Но тем не менее, тем не менее, вот сквозь эту толщу всевозможных искажений пробивается что-то реальное. Теперь, что касается действительно отношения к Пригожину. Почему? Пригожин был человеком, который, во-первых, проявил силу и силу уважают. Именно поэтому до своего неудавшегося мятежа, когда он демонстрировал. Во-первых, его прославляли в телевизоре, его прославлял российский телевизор и многочисленные соцсети, телеграм-каналы, которые на самом деле в большом количестве кремлевские, прокремлевские телеграм-каналы, которые прославляли Пригожина, раздували миф о героическом непобедимом Вагнере. Ну и, собственно говоря, поведение самого Пригожина, который бросал вызов Путину, бросал вызов Шойгу, оно вызывало, так сказать, бунтарь, помимо всего прочего. Да еще и бунтарь, которого прославляют официоз. То есть это воспринималось, с одной стороны, как официально одобряемого. То есть это потрясающий был имидж официально одобряемого бунтаря. То есть это нарочно не придумываешь такая смесь. Это я имею в виду до 24 июня. Значит, сам Пригожин матерно ругал генштаб и Минобороны, да и Путина самого тоже, не называя его фамилией, ругал матерно. Но при этом его прославляли в телевизоре. То есть это фантастическая смесь, что называется, одновременно и бунтарь, и официально прославляемый герой. И плюс к этому он демонстрировал силу, миф о нем как о каком-то вожаке победительных вагнеровцев. Это все импонировало. И вот тот восторг, который он вызвал, так сказать, в Ростове, например, когда он захватил Ростов, то граждане, в общем-то, стремились с ним фотографироваться, стремились пожать ему руку, кричали славу вагнерам и так далее. То есть это показатель того, что, хотя было понятно, что это, в общем-то, это бунт, что это мятеж, но тем не менее этот мятеж поощрялся. Это, кстати, показатель, яркий показатель того, как относятся к Путину люди. То есть никто не вышел его защищать, а, в общем, вагнеров, которые явно, так сказать, совершали мятеж, люди поддержали. То есть на самом деле общественное мнение в России, почему я еще говорю, что очень сложно относиться как-то серьезно к опросам, потому что общественное мнение в России на протяжении многих-многих лет, я бы даже сказал, не только десятилетий, но и столетий, обладает такой особенностью, как инверсия, мгновенный переход плюса на минус. То есть вчера еще Горбачева любили, сегодня уже ненавидят. Сегодня любили Ельцина, завтра его ненавидят. Та же самая история произойдет и с Путиным. Мгновенно, как только, так сказать, он пошатнется, поскользнется, Акела промахнется, выяснится, что царь ненастоящий, мгновенно любовь к нему сменится отвращением, презрением и ненавистью. Поэтому уважают силу. Российский народ никогда не был субъектен. Он всегда уважал вот эту вот власть, которая держалась на силе. Собственно говоря, это одна из основ того, что из себя представляет российское население. Вот на протяжении столетий складывался именно такой психотип. Так что я думаю, что если бы, например, этот мятеж Пригожина закончился успехом, то его бы на руках носили, безусловно, поддержка народонаселения. Его была бы и в армии тоже, кстати говоря, к этому мятежу отнеслись достаточно с большой симпатией. Но, так сказать, какая-то реальная, естественно, поскольку он бросил вызов глубинному государству, как он неоднократно писал в своих манифестах и апрельском, и майском, в тезисах, которые он публиковал, то, понятное дело, что чиновничество, в том числе и чиновники в погонах, естественно, выступили против. То есть, на самом деле, это был такой низовой мятеж. Ну, чем-то похоже. Вот у нас такая рифма историческая. Вчера была годовщина, собственно, 30 июня была годовщина, значит, этого самого ночи длинных ножей, когда Гитлер уничтожил Рэма. И, кстати говоря, уж если говорить о ситуации, об некоторой исторической аналогии, то Рэм обладал войском из числа этих самых штурмовиков, многократно превосходящих армию. И это было действительно такое народное, левое, социалистическое... Ну, фашизм, как известно, состоит из двух частей. Левый и правый, национал и социалистический. Так вот, Рэм в значительной степени олицетворял и питался левой составляющей фашизма. И она была уничтожена. После этого, так сказать, в основном нацизм уже остался нацизмом, без всяких признаков социалистической идеи. Но в данном случае смысл аналогии заключается в том, что Гитлер-то все-таки оказался более решительным. Он сам лично арестовывал Рэма. А Путин, в общем-то, не смог, он даже просто сбежал, так сказать, в момент этого штурма. И никто его не поддерживал. Так что настроение в обществе, они, конечно, показали неустойчивость, крайнюю неустойчивость путинского режима. То есть, на самом деле, если бы, ну, собственно, сам Пригожин, он, в общем-то, явно не собирался свергать Путина. Он просто, это была мафиозная разборка двух уголовников. Но если бы он имел такие планы, я думаю, что этот мятеж закончился бы удачей и назывался бы он уже совсем иначе. Он назывался бы просто военный переворот. Вспоминали вы о людях, которые радостно и приветствовали, и провожали наемников из Вагнера. Вот губернатор Ростовской области, например, заявил, что это не жители города, не ростовчане, а это переодетые сами вагнеровцы. Выглядит это достаточно смешно, заявление такое. Но к чему эти попытки оправдать вот эти вот симпатии людей к наемникам, вчерашним убийцам и насильникам? И на кого это рассчитано? Ну, знаете, ну, должен же что-то говорить человек, у которого пригожинцы-вагнеровцы легко взяли город. Я уж не говорю о том, что там, где были в этот момент силовики, где были военные, где была нацгвардия, которая в любом регионе, нацгвардия численно превосходит те отряды вагнеровцев, которые взяли этот город в любом регионе. И в Воронеже, через который он проезжал, и в Липецке, там силовики многократно превосходили численно вагнеровцев. Поэтому ему надо как-то оправдываться. Конечно, те ростовчане, которые, значит, выходили приветствовать ЧВК Вагнера, там были девушки, там были дети, там были подростки. Ну, типичные вагнеровцы, конечно же, только очень сильно переодетые, заодно, так сказать, сменившие пол, возраст и все остальные антропометрические признаки. Поэтому, ну, нес человек ахинею, что ему оставалось говорить, пытается. На самом деле, сейчас все панически боятся, что их обвинят в связи с Вагнером, с Пригожиным, с Вагнером. Там, я не знаю, Миронов со своей кувалдой, которую он целовал, я имею в виду, главу парламентской фракции «Справедливая Россия за правду», который любил очень фотографироваться с Пригожиным, Соловьев, который пропагандировал усиленно ЧВК Вагнера, тоже любил фотографироваться с Пригожиным, считал это за честь. Все они сейчас старательно отмазываются. Губернатор Ростовской области не исключение. Пытаются сбежать мести Путина. Путин очень мстительный, поскольку он мелкий очень человечек, то он очень мстительный. И, конечно, он своей трусости не простит ни Пригожину, ни всем тем людям. Ну, Пригожин пока временно, так сказать, все-таки вне достижимости. Но вот эти вот все остальные, они очень боятся пасть жертвой путинской мстительности, боятся попасть под ту зачистку, которую они предполагают. Пока ее нет. Вот по трусости Путина, вы сказали, Левада-центр приводит рейтинг его до мятежа, в день мятежа и после. И там практически цифры не отличаются. 81% до, 79% во время мятежа и 82% после. При этом все эксперты говорят, что налицо была трусость, слабость Путина. Как минимум он проявил себя как слабый растерявшийся правитель. Россияне этого не видят. Понятно, мы делаем пометку о том, что соцопросы в России это такое себе дело, и на них не нужно эти цифры прям всерьез и 100% воспринимать, как они есть. Но все же. Вы знаете, я с огромным сочувствием, просто с болью наблюдаю за поведением Левады-центра. Потому что я кого-то лично знаю и в целом, так сказать, уважительно отношусь и к Галеву Будкову, и к Левенсону, и к другим людям, которые работают в Леваде-центре. Это профессиональные и достаточно симпатичные, умные люди. Но вот вынуждены они заниматься тем, чем в настоящий момент заниматься невозможно. Понимаете, опрашивать можно, но опрашивать можно по каким вопросам? Отношение к Путину. Когда человек спрашивает, как вы относитесь к Путину, то человек сразу же вспоминает, какое количество людей, или как вы поддерживаете специальную военную операцию, не поддерживаете. Человек сразу вспоминает, какое количество людей село на пятерочку, на десяточку, на двадцаточку за неправильные посты, за неправильные лайки, за неправильную какую-то позицию, за неправильные разговоры частные в ресторане. На которые тут же доносят, извините, когда доносят официант или доносят, так сказать, бармен, значит, подслушавший неправильные разговоры человека арестовывать после этого. Ну что говорить о том, когда к человеку подходит другой человек на улице, значит, иначе с блокнотиком начинает задавать, или с микрофоном, не дай бог, или начинает задавать какие-то вопросы, или звонят по телефону. Ну понятно, что поправку надо делать. Поэтому я вот к этим, к этой части опросов предлагаю относиться очень снисходительно. Значит, там, более того, надо еще иметь в виду, какое количество людей вообще отказываются отвечать на с самого начала, просто говорят, нет, извините, вешают трубку или просто проходят мимо. Поэтому, ну вот здесь я не вижу вообще никакой реальности. И плюс к этому, еще раз говорю, это дежурная ситуация. Еще раз хочу просто предложить вспомнить те примеры инверсии, которые в российском общественном сознании постоянно проявляются. Сегодня, да, ну вот вроде как положено любить власть. Сегодня, да, пожалуй, как вы относитесь к Путину? Доверяю. Доверяете? Да, доверяю. Пошел дальше. Завтра, значит, вместо Путина будет, там, Пригожин или там еще кто-то, значит, будут доверять этому. Это состояние российского общественного сознания, оно очень долго не изменится. Услышали вас. Спасибо, Игорь Яковенко. Журналисты и социолог говорили о настроениях в России на фоне войны и мятежа Пригожина.